Раиса Борщева родилась в 1932 году в Ворошиловограде, нынешнем Луганске, а в конце 30-х годов семья переехала в Азов. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, а жену с дочерью направил к родственникам в поселок Верхнесоленый Сальского района. Через некоторое время там прошла линия фронта. Там все время солдаты шли и туда, и обратно, и все время бомбили это село безбожно. Сутками шли войска, от начала улицы до конца, мы не могли, до соседей. У нас только две улицы было, а дальше поле было, а дальше речка было. Узенькое такое, село небольшое, Верхнесоленое, небольшое село. И поэтому до соседей пройти невозможно, потому что идут, идут телеги, и эти самые румыны, и немцы, ну все. И они идут, и по улице кругом переваляются, а курей тащат, и по дороге их кромсают. По словам Раисы Георгиевны, по этой же дороге и тоже в направлении Ростова шли советские войска. Одной дорогой, вот интересно, что не день, три и немцы идут, день, четыре и наши еды, танки, все. Вот это мы только видели, что едут и едут, они все спешили, никто не останавливался. А вот это луна была, и бомбы, и самолеты, у-у-у, гружены, и все. Мать говорит, затыкай уши, сейчас будут бомбить. Я затыкала уши, лежала, бомбы падали рядом где-то. Как-то поздним вечером попросились на ночлег советские танкисты. Вскоре снова началась бомбежка, в результате которой дом был разрушен, а шестеро из семи военнослужащих погибли. А у нас кровать, потому что это самое, так нас обсунулось, и нас не трогало. А у мамы упал осколок на живот, и она, ой-ой-ой, а он кричит, выбрасывай осколок, выбрасывай. Она его выкинула, и мне это самое, а на утро говорит, ой, боже, Аньку было кров на кровати, и райки дыма, и всех побыл, ну деревня же, знаете, а мы же пошли до родственников же. Одно из самых тяжелых воспоминаний Раисы Георгиевны о постоянном и мучительном чувстве голода. Когда прошли уже и наши, а у нас уже ничего не осталось, ни зерна, ничего нет. Мы голодовали, я же говорю, траву и это сама трубя делали, нам это колхозник выдал, а трубя, и это лепешки делали. Мы воробьё, вот воробьё налетят, мы с воробьё суп варили. Забежал кошка, чуть меня не поцарапало, мама завернула это самое, и мы воробьё упоймаем этот суп, у нас был суп с воробьём. Тем не менее, сельчане жили дружно, как могли поддерживали друг друга, а когда требовалось, помогали советским бойцам. Мы даже один раз подвиг с подругой сделали. Пришли два этих солдата, а там село, а там речка, да, там речка, проехать туда через мост надо, а туда через село они сказали, девчата, сбегайте там, ну 7 километров, вы можете пройти, немцы вас ничего не заметят, село есть там немцы или нет. Они сказали, вы пройдите по двору, по улице потихонечку и посмотрите, где, какая техника стоит, мы сможем прорваться. Девочки выполнили просьбу бойцов, которые смогли прорваться именно через тот населённый пункт. Однажды возле дома остановился знакомый подросток по имени Ким, сын бывшего директора молзовода. Мать умерла, отец в армию, а его в детдом отправили. Он ещё и шёл, когда мама ещё была дома. Он говорит, что вы тут сидите, иди, езжайте в Азов, потому что вы тут сдохнете, в Азове хоть что-то можно рыбу там поймать или ещё что-то. А у нас, а ты куда, я, говорит, с детдома сбежала, а что ж такое, там жрать нечего, говорит, голодные. Мы сидим, все поразбежались. Как-то мама Раисы поехала на Украину, чтобы продать вещи и купить продукты. А вскоре снова появился Ким. Он говорит, бросай всё, и поехали в Азов. И я бросила всё, и мы с ним пошли. И шли, я знаю, что до какой-то станции, он сказал, будет идти поезд, он пять минут, бочкарь будет идти. Он пять минут будет идти. Ты старайся, как только будет поезд идти такой крытый, не бочка, цепляйся за это самое, и мы туда перелезем. Мы там фуфайку взяли, и залезли, а там металл везли. Мы залезли на этот самый, и ехали. До Батайска доехали, он меня в Батайске фуфайку забрал и сказал, садись на автобус, поезд подойдёт на Азов и езжай. А я поехал дальше. Позже в Азов приехала мама, стало немного легче, но по-прежнему обеим приходилось голодать. В общем, детство не хочется вспоминать, нехорошее было. В Азове Раиса окончила вечернюю школу и пошла работать на завод КПА, где трудилась 35 лет. Заочно окончила ростовский филиал Калининградского института рыбного хозяйства, а на предприятии прошла путь от рабочей до экономиста. Сегодня Азовчанка с удовольствием занимается садоводством на даче, куда добирается на велосипеде. Она по-прежнему активна, жизнерадостна и заряжает своей энергией всех окружающих. Татьяна Ивашенко, Александр Кучиц, Азов.Инфо